здравствуйте уважаемые подписчики вот очередной ежегодный традиционный сплав по реке мана сегодня мы живем женщины саниной знакомая это боба надя она профессиональная туристка в прошлом наверное много где была и вот очень любит природу как и мы в общем-то я плыву я сегодня на покровке на своем очень переживаю жара жуткая вот она сейчас будем купаться контролируем натяжение лодки еду на лодке time trial посмотрим как она себя покажут отдельно на длительном сплаве при жаре все меры я соблюдаю стараюсь не вот как не накачивать веревку сам сплел вчера чалку вон мои товарищи нежиться я не могу что-то у меня пусть сало нету но она уже топится попробую красивые кадры в 4к просто снимать вот в общем вот такой компания мы плывем друзья чилимся жара но касаемо чё ты мне скажешь классная погода выбрали во первых все выходные жаркими все совпало да все уникально компания у нас замечательно получилось компания просто супер повезло мы-то стане вообще мечтали вдвоем потому что никого не могли собрать я в последний момент уже спросил я говорю саня когда вы плывете саня говорит во вторник яку такая же выходной как же это мне не поплыть пока всех соберешь проблем от всех собрать вот и когда поплывешь там уже наверно дожди будут потом фиг угадаешь думаешь тут вообще все звезды сошлись грозы и еще там и еще там и потому что один работает другому некуда утрите вот там какие-нибудь заботы а небо смотри какое особенно вот над хвойными оно не обыкновенно синевые да приехал в 5 вечера они далеко учи не могут они все вот здесь останавливаются ну стоят тут они в кучу мы уже давно кстати на выходных не плаваем мы вообще стараемся в будни у меня просто скользящий график то есть я вот могу так вот будни отдыхать но мы ее уже знаем что вот выходные лучше не плавать туда тут тут еще стоянку фиг найдешь а будни тут весь лес твой да 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 я люблю потрогать скалы там с воды красота очень красиво я прямо плыву и здесь очень-очень нельзя красиво вот 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 Двигается за лодой, и лодки оставили вон там, боятся кумнений. В этом бурном источнике я набираю воду. Идите! Вода! Головущее! Голову чистое! Да! Другие не знают, но это святое источник! Саня пошел по джинглям. Он передал мне воду, я ему потом передам. Но это вот баба Надя, это его знакомая, она такая туристка в прошлом. И... Ну, она немножко перестраховывается. Я говорю, а что на лодках не поплыли-то? Ну, вот до этого вот родника, ручейка, речки. Боится, что лодку порвут они. Ну, ладно, перестраховались. В общем, взял у сынка вон воду, но потом ему передам. Я вон купаюсь, вода просто замечательная. Ну, и все за лодку, за лодку немножечко могу переживать чутка. Вот когда плывешь в такую замечательную погоду, очень солнечную, возникает ощущение, как будто бы мы плывем, ну, блин, по какой-то Амазонке, я не знаю, Миссисипи. Друзья, не знаю, что за видео получится, но вот снимаю. Баба Надя рассказывает истории. Друзья, ну что могу сказать, здесь реально очень офигительно. Вот именно в хорошую погоду, когда солнышко, бабочки летают, травка. Я вот специально для вас вот этот кадр сейчас снимаю. Они, конечно, меня потом нагонят. Они меня нагонят, я их там потом встречу, на берегу. Баба Надя рассказывает истории из прошлого, как что раньше здесь не было таких вот сплавов-то. То есть лежал лес и вот они брали, поднимали лес. Люди, туристы раньше строили плоты и вот из этого леса и сплавлялись большими компаниями. Вот есть фильм с Высоцким, я не помню, как называется. Вот, собственно, все события там происходят на Мане. Также она солидарна со мной, что не нравятся ей современные виды туризма. Типа там с мотором, какое-то вот это вот типа облагораживание туризма. Также она сказала, что она смотрела канал Непоходницы и сказала, что ей еще не понравилось. Говорит, фигня какая-то, ну типа, что попало. Ну вот. А мы вот показываем вот такой вот туризм. Бабочки полетели. Сейчас вот мы их убьем. Их немножечко ребят, они меня догоняют. Ну, чтобы поравняться с ними. Здорово. До берега причали. Отключение быстрое. А, Вы на ходу хотите? Ну, смотрите сами. На берег месте неохота, там клещи всякие, муки всякие, а тут-то хорошо. Ну, да. Все счастливы. Все хотят есть. Да, да. Усобина чая. Да, да. В общем, что, друзья, мы решили. Мы решили запарковаться. Запарковаться на берегу. Сначала было предложение покушать в лодке. Но мы решили запарковаться, попить чайку. Чтобы преисполниться в бесконечно вечном. И потоптать немного землю. Сейчас потихонечку встанем и потом вытащим его. Ну, чё. Наша команда УХ запарковалась на чай. Вот такой у них. Учачали. Уникальный музей. Уникальный музей. Да какой ты там уникальный музей? Звучит музыка. Кстати, мужчины. Покушали маленько и теперь начинаем путь. А что покушали? Как называется мясо-то это? Пеликан. Пимикан. Пимикан. Ваэль и пимикан. Смексика назвали, да, по-моему? Или испанское, наверное, какое-то. Не знаю. Ну, короче, что-то похоже на тушенку. Но не тушенка. Вот такой он. Давно я сто лет вот так вот на покрывале не обедал. На природе. Музыка. 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 Все так облагородили. Напомню, что здесь было много клещей. Ну да. В этом месте. Точно-точно. Точно-точно. Где-то тут я тоже парковался. Там были платы, там что-то орали люди. Вы тут встали, помню. Где-то да были. Ладно, пойду я клещей половлю. Тюленимся. Ого, здорово. 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 Камень нагрелся. Ребята купаются. А я тут как русалка. Русалочка. Летить мои старые сапоги. Музыка. Великое событие. Семен рыбачит на мане, на оводов и бабочек в капустнице. Продумаем вот этих чудесных скал. И я сижу, преисполняюсь бесконечно-вечно. Посмотрим, может что-нибудь поймаем. По-моему, в это время дня никогда, Сань, здесь не были. Но я не был. Или был, или не был. Мы обычно здесь поутру, по-моему, где-то плывем. То есть мы сначала ночуем где-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие скалы очень красивые. Камера естественно не передает. Сейчас пойдем купаться возле скал вот этих. Они очень большие на самом деле. Вот такое вот уютное место. Скалы. И я сейчас такое выныриваю. Тут то ли ласточки, то ли стрижи, стрижи по-моему. Да, тут стрижи. Плод плывет. Чем плохо плод, что они всегда сопровождаются буллом и шумом, музыкой и мотором. Не понимаю такой отдых. Тот, кто хочет попробовать впариться на Мане с помощью плотов. Ай, не рекомендую. Мне помню, чушня. Мы тут даже сидели и рассуждали. С таким же успехом можно и дома посидеть. Плыть на природу. Включать громкую музыку. Ну, телевизор, не знаю, что они еще не возьмут с собой на природу. Уф. Уф. Субтитры делал DimaTorzok Эх, не могу не снять все это великолепие с нормальной камеры, с художественной Посмотрите, какие скалы, друзья Плод, правда, сзади плывет, но ничего, люди помахали руками, и они мне помахали Друзья мои уже уплыли, что-то далековато Потом на веслах догонять, но они не плавают с лодки, потому что тяжело им запрыгивать Ну, с берега плавают А я, наоборот, ищу глубину и плыву с лодки Ладно, красота Ну, длинных вообще на реке не было Это сейчас, потому что вот всю реку загадили И все камни вот такие вот, мокровые Покрываются этим Блесень Блесень В общем, остановились Покупаться, чтоб ребята покупались Каменистые, я бы босиком, как всегда Сейчас поплывем дальше Прикольно плывет вдоль бережка Плыву, кстати, я на лодке от Time Trial В прошлом году, друзья Как вы знаете Лодка от фирмы Typhoon меня Распаковалась, расклеилась Ввиду все-таки Какого-то брака заводского или что-то еще Может быть, я ее еще и заклеил В какой-нибудь фирме Но вот в этом году Еду на лодке от Time Trial Это по крафт Ну, побаиваюсь тоже, конечно Мало ли, может, тоже, не дай бог Ну, вот, два дня Два с половиной дня Будет жара адская Вот проверим, как она переживет Я, конечно, контролирую давление воды Контролирую давление воздуха Потому что в тени лодку спускает На заре ее опять раздувает Поэтому самое важное Найти такой идеальный баланс Это все экспериментальным путем делается Плывем Плывем тихо и неспешно Предлагаю вам насладиться природой Это видео будет, наверное, не многословным Больше таким созерцательным Может быть, под музычку поставлю Сей пейзаж, который наблюдаете Потому что иногда, чтобы понять природу Можно бы находиться в ней На молчании, в тишине При космосе травки Преклониться головкой к дереву Очередное место в парковке Остановились попить чайку У ребят-то у них сланцы А у меня босиком Целый день я по камням хожу Смотрите, сколько бабочек Вот так вот Давай, Вер Почему у Сани живут бабочки? Какого хрена они появились на свет? Потому что их создал Бог Это понятно А чего они, ты говоришь, растения опылять А чего они в грязи-то возятся? Ну Всякой твари Да ну, всякое дело Всякое дело, в грязи купаться А почему вот они белые, такие красивые, да? Ну, белые И в говне купаются И в говне купаются А есть бабочки такие красивые, фигуристые Они что-то в говне не купаются Они вот летают там Как брык-брык-брык-брык А за ним воробыши Бег-бег Хрен их знает Вот я просто, когда ее Бабочку эту насаживал на крючок Я задумался Не, ну они просто гибнут здесь И я так задумался Думаю Вот зачем она родилась, эта бабочка Вот она думает Чтобы летать Она думает вообще Вот типа она такая родилась И такая думает Я бабочка А может вообще она не думает об этом Это только свойственно человеку Так задумываться О бытие О вечности Может быть она родилась бабочка И сразу Увидела другую бабочку Налетела Да, вот они плодятся и размножаются Смотри сколько их много народилось тут А мы тут всякие смыслы ищем Какое-то понимание Какую-то душу разглядываем Тут все просто Пошла в грязи, покупалась Нашла себе партнера Сделала свое дело и сдохла А Семен ее на крючок потом наудил Вот наваляется Рыбок Да, вот она Тварь Тварь чья? Господня Господня О, ели мы Пока, кажется, полдник И поплыли дальше Настало мое время, Валера Что-то они по-то стартанули Бабнаде вот стартануло куда-то Ладно, а я плавать Поплыну Вот так вот мы сделаем Надеюсь, камера не упадет Зацепляемся И вот так вот Пахнуло тайгой Санек Воды набирает Ух 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 Бабнаде затягивалось Таймдриал Пакрафт Хорошая штука Но для Пакрафта, конечно, большая лодка Вот Но все равно Сегодня сравнили ее вместе с лодкой Александра Все равно моя легче И по габаритам меньше Несмотря на то, что у него лодка длиной 260 Длиной Но она пошире А моя лодка 3 метра Но поуже Уфу Еще бы не мешало Но Вот Смех Ну Поехали Поположь 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 Вот, а может отнести ее немножко, то на солнце ее ровдувает, сильно в тени ее распустает. Ну ладно, надо кадры оставить красивые. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 В печи шкала. Печевая в печнойget legislature. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Гектар. Попробуй сейчас воду. Крепкую? Нет. Крепкую, сироп, да. Ему не кажется, что она и на вкусная вода. Давайте я попробую. Я вообще не различаю. Ну нет, почему? Ты просто не обращал внимания. Я могу отличить боржоми от простой воды. А воду и воду я как-то так нет, разницы не понимаю. А это, ну знаешь, со временем, просто когда часто пользуешься разными. Будем. Будем. Сейчас воду. Сомненько. Ну нет, ну есть, понятно, от крановой отличаются. Саня, возьми меня за руку. Давай. Держи меня аккуратно, не обрани. Солнце пошло на закат. Мы встали на стоянку. В таком вот чудесном месте я уже поставил палатку. Сейчас нужно будет оперативника дров заложить. Ни разу мы так далеко не плавали в первый день. Вот так как рано утром выехали, вот такое событие и произошло. То есть мы далеко уплыли. В общем, все, сейчас дрова, костер, ужин. Ладно. В общем, все, солнце скрылось. Саня рубит дрова, сходили в лес, кучу клещей сняли. Надеюсь, больше они не поселились. Давай, Саня, что скажешь? Так, ну в общем, не ходите, дети, в Африку гулять. Не гуляй по манне, не гуляй. Да, не гуляй, потому что, во-первых, сейчас только были звуки животных. Обратно это косуля орала. Наверное. Да, наверное, косуля орала. Потом... Гавка ландка. Гавка, потом полный леса клещей. Да, клещи. То есть все, что говорят про всякую романтику лесную походную, это как бы, грубо говоря, пи. Сказочки. Это прямо говорят, Саша, они, грубо говоря. Ага, что так, тут, типа, посмотрите, какая природа, лес, смотрите, какая красота. Там, честно говоря, это друг друга. И как бы кушают и размножаются. Как бы на самом деле. Газукин. Ну да. Ну ладно, я, наверное, уже до утра буду прощаться. Чего уже снимать? Наснимал сегодня. А сейчас уже свет проходит. Конечно. Свет проходит. Вот мы тут чуть-чуть перекус будем делать. А чай, кстати, скипел. Все уже заварено. А вот пряники. Ага. Ну все, отлично. Саня с собой будку взял. Надя альпинистскую палатку. В этой можно палатке жить. В горах, наверное. Наверное. Наш палаточный городок. Да, да. Познакомились там, из Кемерово были девчонки. И, кстати, вот мой первый каремат, которым был Мурат. Мурат, он был из Казани. Вот он мне этот каремат подарил. Он стоил тогда 5 рублей. Он у меня долго был. Каремат этот. Потом я его... Подожди, кому-то я его подарила тоже. Ну уже можно было купить каремат, и все. Ой, это все... Все желание есть. На свою родину вернуться. Куда? В Таджикистан? В Казань. Родину, блядь. Ты там не прожил ни дня. Ну да. Родину. Оттуда были все предки. А у меня предки с Индией, наверное. Да. Я тоже хочу с Индией. В Индию. В Казань. Ну у меня в роду говорят, что цыгане были. Ну, скорее всего, не какие-нибудь там цыгане, а барон. Ну, конечно. Не меньше, но... Кто-то, но... У меня тоже был Чингисхан. У нас что-то все подряд там. Мы китайцы. Мать говорит, может, даже индейцы были. Ну, она так лучше, я не знаю, пошутила. Может, это не подогреть? Где эта палочка? Поэтому давайте петь. А я уже в шок. Гороки нокалоноки, гуньяхе келевалоки. Асиде дие, асиде маре. Помни цыганского с индейским. Да, да, да. И самое интересное, мне родственники рассказывают, что у нас есть там, ну, как бы, наш адрес, и наши родственники жили. То есть, именно такая-то улица, как бы, такой-то дом, такой-то район. Ну, вот, это... Дай бог, будет сил, надо будет вернуться, посмотреть. Ну, ладно. Доброе утро, уважаемые товарищи. Время нету еще восьми утра. Солнышко поднялось, поднялись мы все рано. Костер не греет, солнце еще не греет. Сейчас будем кушать. Че я, че хочу сказать-то? Клещей до хрена вчера себе снял. Каким-то, наверное, чудом не укусил ни один. В общем, вот эти, все эти плавные сборы, вот это все туды-сюды, поплывем, и дальше будет кадр. Че я тут? Ну-ка, давай, Саня, два слова. Доброе утро всем подписчикам. То есть, я вашу... Ваши фобии, можно сказать, это усилю. Воплощение. Да, воплощение. То есть, все, что говорят, что много клещей, это правда. Да, много. Да, много. Они здесь просто, ну, по крайней мере, сейчас их много. Ну, и все, вот наши лодки. Вот рассвет. Вот там солнце. Оу, кто? Да нет, потерплю, да, док. Ага. Оу. Войя! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Ну вот, размеры лодка Мана, 2,60 и покрав спутник 1У. У лодки Мана заметно видны борта, что гораздо крупнее. А так по длине спутник 1У он длиннее. Ну и еще одна лодка. Да блин, я тебя хочу на фоне этой, блин, снять. Стигай, батя. Всем здравствуйте. Мы ведем свой репортаж с Маны. Получается, только что выехали. Погода на удивление хорошая. Грибанина. Тепло, да. Оно тепло и как бы маленькое облачное, такая самая гармония. Мы сегодня обещали плюс 30. Да. Как ты ночью спал? Хорошо, здорово. Как ты? Не боялся вообще ничего. Не боялся? Ну. Понятно. Обгадил кусты? Конечно, со всех сторон. Косулька не была ночью, то есть такого, как именно прошлые разы. Легли спокойно, выспались, нормально. Только дниться как бы, именно всегда первая ночь, она как бы не сильно уютная. Ну да. Сегодня будет уютная. Ага. Поскольку мы легли спать-то? Часа в два, в три. Да. Три ночи мы долго, мы беседовали. А вы проснулись где-то часов в шесть или примерно так? Да, в шесть утра. Да, в шесть утра проснулись? В шесть в семь утра. Ну я всем, наверное, поднялся. Мне всю ночь посикать хотелось. Смотрю уже рассвет, думаю, ай, вставать пора уже. Ну ладно. Они как бы сменили. Ну завтра обещает вечерком дождик, даже по Яндексу обещали. Насколько это правда, этого мы не знаем. Там будешь по улице сначала, и потом там увидишь, дорога пойдет. Там же нет еще чего-то. Ну замок я знаю где. Знаю этот свороток. Вот. И по нем можно ехать. Ну попробую. Как-нибудь. Вон, Санек, тебя взять. Или ты там, это, кончишься. Я сейчас закончусь. На велосипеде. Это 25 километров от Слизнево. По лесной дороге. Ну немало. Так-то. Это нужно будет до Слизнево на Аликтичку доехать. Ну да. Ну а оттуда уже на велосипеде только так-то. Зато можно аж с ночевой. Да. С ночевой на одну ночь полноценную. В общем нам Надя сказала о том, что сюда дорога ведет. Вот можно сюда доехать, на велосипеде. Гипотетически. Сейчас Семен купаться пойдет. Нафиг. Ну здесь глубина. Сон сожарит. Купец. Клодку постоянно приходится чуть-чуть подспускать. Ребята уже искупались. Настало и мое время. Купец. Продолжение следует... 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 Тискавы я отправил. Столько уже кадров. Стараюсь, это трудно. Снять еще тоже нужно уметь. Вот, красивый поворот. Снимаю, друзья, для вас. Только почему-то меня вечно, когда я хочу снять кадр, меня начинает разворачивать. Лодка нагревается дико. Я ее... Вот я, короче, понял, что лучше она пусть в жару едет полуспущенная. Потому что, ну, раскаляется точно градусов до 70 поверхность. Ну, вот. Поизучав кое-какие материалы, понял, что эту вещь лучше соблюдать на жаре внимательно. Давление в лодке. Зрители. Мы находимся, по-прежнему, на Мане. В дудинку еще не приплыли. Да, мы еще в дудинку не приплыли, даже в егарку. Ну, вот. И вот раз погода оказалась просто классная. Ну, в плане, что мы все сгорели. Да, мы все сгорели. Тут такие все красные, красивые. Так что, выбирайте погоду. Что, наверное, скоро стрянка уже будет на ночлег? Да, это, получается, где тут? Красный гребень. Вот я тоже чувствую, что скоро уже. Мы же не поплывем за Манский перекок. Ну, да. Ну, вот и я на всем этом великолепии. Все укутались в полотенцах. Несмотря на то, что жара 30, но просто до костей все прожигает. Потому что с вами, вон, уже кипит все-то. Ну, весь красный. Ну, вот это, во всем, претензии ко всем этим, у кого есть большие лодки моторные, скоростные. Скажи, я вас ненавижу. Вот, смотрите, путь не человек. Увел туристов раз, свернул в сторону, и я поехал нормально. А некоторые прямо на нас едут, и в последний момент сворачивают. Заставляя Саню нервничать. Да. У них одних волос сидеет. А вот люди хорошие попались. Раз, чик в сторону сразу, и в нор. Лайкем. Лайкем, да, вот таким людям. А которые не разворачивают, Саня их ненавидит. Они варвары. Люди, которые делают непонятные вещи. Ага. Ооооо... Офигеть. в общем нашли мы стоянку ту которую в прошлом году мы и вставали установили уже палатки немножечко мы саня он ставит палатку уже поставил вот такое вот место очень уютная очень старая сосна столик в общем то чё наверное до завтра в общем мы только позавтракали день без еды все-таки дал свои плоды солнце сильно жарила купался гребли под вечер устали сейчас будем морить червячка вот такое в общем то место ну-ка давай саня два слова ну наконец-то мы уже отыскали стоянку тут прям так все цивильно для нас сделали наверно для нас для тебя специально для нас сделали у тебя конкретно да ну и вот и смотрим все есть стол вот всякая веревочка для повеситься что фонарика даже есть ну все не знаю когда будет следующая трансляция доброе утро в общем переночевали вчера очень сильно устал поел поспал до 11 посидели сынком полчаса и потом опять спать ночью спал хорошо закатывая отличная погода сегодня завершающий день сплава нам нужно будет потом выгрузиться машину подождать и в общем-то ехать домой на работу наши лодки берегу вот такой 8 утра сейчас 8 утра пожалуйста вот вам такие пейзажи замечательные доброе утро всем подписчиками телезрительного канала ставьте лайк подписывайтесь жмите на колокольчик что ты делаешь я ополаскиваю кастрюлю и будем заваривать да правильно ребята уже собрали палатки один я спал а стол я буду собираться вот и все Субтитры сделал DimaTorzok Собрал палатку, поели Начинаем потихонечку вещи стаскивать Лодки Сейчас на воду поставлю, пусть чуть-чуть остынет лодочка Чтобы под самыми лучами солнца бежит Идем посещать лес Видите, какой чудесный Клещи Едет еда Идет еда Что тут люди? Да? Велы-палы Велы-палы А так А так хотелось Клещ Геннадий, мой друг Какой-то невысокая трава Копинка Копинка Оказывает, что здесь стояночка хорошая До двух палаток Очень даже уютное место А как оно здесь? Это не стояночка Нет стояночка в прошлом была Просто очень крутой спуск Ну ладно, будем знать, что и здесь тоже есть Вот такая елочка Ну ладно Последний осмотр Вещи собраны Со стола прибрались Хорошее место Хорошо я тут поспал Все Плывем в конечный пункт Спасибо этому месту Сосни Вот этой, наверное, вековой Поехали Птички как поют Слушайте Отдать концы Отплывают караваны На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Ну ладно Я тоже попал Вот, друзья Стартанули мы Хочу показать вам Где вы стояли Ну, кстати, вот еще один берег Вот здесь вот Ну-ка Это нужно запомнить Ага Совсем близко Паниковать не нужно было Ну, в общем-то, что, друзья Плывем Купаемся Отдыхаем Будем надеяться, что все будет в порядке И Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий imagined Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok а именно приобщаться к природе, как бы интегрироваться в нее, для того, чтобы немножечко начать чуять вот эти нотки природности, так скажем, некого такого естества. Порой необходимо даже побыть в тишине в природе, прям посмотреть, чтобы даже ни с кем не говорить, ни с каким-то товарищем. Поэтому нужно как бы немножечко настроиться на чистоту вот этой тишины, естественных звуков, а тут какие-то пляски. Ну, это такое мое мнение, конечно. Не знаю, может, просто это я дурачок какой-нибудь. Ну, и формат, конечно, вот этого коммерциализации, вот этого бизнеса, он мне тоже не совсем нравится. Ну, с другой стороны, не всем еще быть такими, там, скажем, туристами, да, дикими. Некоторым людям проще взять, заплатить денег, все, организовали. Вон, отсюда вот на сапах стартует, и здесь уже дачный поселок Манский начинается. Но мы по нему плыли, поэтому я еще тут ракурсы не беру. По поводу лодки вот по крафту Time Trial все-таки нет, оправдывает себя размеры лодки. Вот эта лодка конкретно, как я уже сказал, она, конечно, большая, но все равно я говорю, что она легче и все равно чуть меньше в сложном состоянии, чем Санина лодка. И, например, если бы я взял Матильду Ивановну свою большую лодку, то есть мы бы в машину не влезли, потому что в машине места уже не было. И только благодаря тому, что по крафт небольшого размера все влезло. Вот. Как я уже сказал, что по крафт очень чувствителен к перепадам температуры, нежели вот, например, вот эти... Ну, я не знаю, может быть, это так, может быть, не так, но чувствуется, что вот, например, на солнце вот она такая вся упругая. Это в спущенном состоянии. Как только попадаешь в тень, все, она начинает, ну, становится кисельная, чуть ли не складывается, приходится опять подкачивать ее. Вот. Но если ты ее подкачаешь, на солнце ее опять раздует. Но я не знаю, может быть, это просто я перестраховываюсь. Может быть, специалисты есть с Time Trial, и они там чем-то подскажут. Но я просто перестраховываюсь. То есть лучше, лучше, лучше плыть чуть-чуть с недокачанной лодкой, чем с перекачанной. Вон на сап-досках люди, вон там плавают. Ну, вы не видите, с этой камерой ничего не видно шибко. Ну, все. Причалили мы. Ребята спускают лодки. Я свою лодку спускаю. Ну, все. Доплыла. Нормально. Но ничего ей не случилось. Слава Богу. Первый длинный поход она прошла. Ну, все, друзья. Закончили мы сплав. Подтащили вещи к месту отправки. Ждем водителя. Друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Надеюсь, оно получится таким атмосферным, погружающим. А вы подписывайтесь на канал. Ставьте Люба. До новых встреч. О, на избу наскнулся. Надеюсь, она тут не рухнет. Туалет прямо в доме. Кстати, прикольно сделано. Кто-то галил и вне дома. Дом брусовой. Прикольно, в общем, сплавились. Единственное, мы тут размышляем, что с Саньком мы, скорее всего, поплыли бы до Устьмана. Ну, это еще километра, наверное, три или четыре. Вот. И просто уехали бы на автобусе. Но с нами просто человек уже в возрасте не очень мобилен. Поэтому и на автобусе, и на машине надо. Ну, да ладно. Мне сегодня на работу вечером. Даже как-то не верится, что я где-то в пятидесяти считаю, что километре от дома в сорока. А потом сегодня еще в ночь работать надо. Чердак. Голубые ели, кстати, он. Продается дом. Прикиньте, походу, даже под бассейн делали себе бодягу. Мне кажется, это еще очень давно делали. Еще, наверное, в девяностых что-то такое думали. Да, наверное, под бассейн мутили. Ну, вот что-то произошло. С этого бассейна хрен еще выберешься. Голубая ель, красивая дерево. Все поросло, все. Ивы поросло. Всякие растения. Так, не в клещей, не нахватай. Уходим, уходим, уходим. Наступит временно. А домик таки заперт. Окна поликарбонатом заделаны. Брус хороший такой, кругляк. Посижу в тени. Ладно, друзья. Ну, а на этом, наверное, мое видео заканчивается. Здесь вкусно пахнет сосновой хвоей. Очень здорово посидеть. Охота. Ну, раздеваться и сушиться сто раз тоже не охота. Подписывайтесь на канал, ставьте Люба. До новых встреч. Звучит тушь. Электричныйaren smell. Магного аппетита. Титая, мое новое. Продолжение следует...